Дорогие друзья, как нам хорошо быть вместе, да, то есть когда мы рядом, мы знаем друг друга, мы поддерживаем друг друга. И в такие моменты, как этот, это служение, особенно ощущаешь вот такую поддержку семьи и то, что мы можем быть ободрением друг для друга. Но знаете, мы же проживаем нашу жизнь в понедельник, вторник, среду, четверг, в пятницу, в субботу в самом обычном обществе. И хотя видимся на неделе, мы должны понимать то, что мы другое наследие, да, то есть мы другое царство, мы Божье царство, но мы живем в самом обычном обществе. И сегодняшнюю проповедь я назвал так, Вавилон, как жить в обществе враждебным Богу. Есть много сегодня рассуждений о том, что общество крайне испорченное, и некоторые христиане, они, знаете, как бы консервируются самих себе, они обрубают все связи и как бы изолируются самостоятельно от общества. Но мы знаем, что, наверное, в такой изоляции очень сложно или практически невозможно выполнить великое поручение Иисуса Христа. Что Иисус Христос говорил, что вы посланы в мир, идите в мир, вы должны быть, знаете, вы не от мира, но вы посланы в мир, и мы же проживаем в этом жизни. Сегодня можно также встретить рассуждения о том, что мир становится постхристианским, в таком глобальном смысле слова. И когда я слышу эти рассуждения, я понимаю, чем они обусловлены, что христианство дало огромное наследие для всей цивилизации мировой. Так много оно повлияло на культуру, на юридическое право, на взаимоотношения между людьми, на самоустройство общества. Но сегодня весь мир, он как бы немного делает шаг назад и в сторону. Конечно, здесь тоже стоит сделать много оговорок, поговорить про латинский мир, поговорить про Африку, про азиатский мир. Общая тенденция, когда говорят, что мир постхристианский, я с ней, конечно, не согласен. Но я улавливаю тот момент, что некоторые церкви сегодня в Европе и на Западе, они пустуют. И люди начинают жить самостоятельной жизнью, они говорят, что нам не нужен Бог. И знаете, что, по сути, сначала времен, сначала грехопадение, сначала с того, что даже служение Иисуса Христа, оно было в похожем обществе проповеданном. Много людей, они жили в таком обществе, где считалось, что ты веришь в своего Бога, ну окей, но это всего лишь один из вариантов. И поэтому, по сути, мы проживаем в похожем обществе, как жил Иисус Христос. В общем, что говорим о сегодня моей проповеди? У нас будет вот такой план, что я вам предлагаю сегодня каждому из нас. Давайте вместе посмотрим первые четыре главы книги пророка Даниила. Эта первая глава начинается с того, как Даниил и его друзья попадают в авилонский плен. И мы кратко посмотрим содержание, знаете, главную идею каждой главы. Их всего будет четыре. Я специально взял только четыре. Не волнуйтесь, мы не будем читать их от начала до конца. Мы будем делать некоторые остановки, размышлять. И, знаете, по сути, в тот момент, давайте откроем и посмотрим начало первой главы. Там сказано так, что «В третий день царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел на выходоносор царь Вавилонский к Иерусалиму и осадил его. И дальше там сказано следующее. «И предал Господь в руки Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов в Дома Божьего, и отправил их к землю Синаар, в Дом Бога Своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога Своего». Навуходоносор сделал это. Здесь написано, что предает Господь вот этот Израиль. То есть это пленение, оно происходит в какой-то смысле по воле Божьей. И мы поговорим о том, что люди, которые оказались в плену, они оставили как бы свое общество по принуждению. Они оставили Иерусалим, общество, которое чтило Бога, которое признавало его законы и оказалось во враждебном для Бога обществе. И мы знаем, знаете, что вот когда мы само слово слышим «Вавилон», мы понимаем, что на протяжении всей Библии есть такое определенное противостояние Вавилона и Иерусалима. И в этом можно увидеть определенные образы. Вавилон олицетворяет человека, его гордое пренебрежение Богом и решимость построить общество без Бога. А Иерусалим представляет Бога, его откровение, повиновение людей, его закону и правлению. И причина Вавилонского пленения заключалась в том, что Израиль, Иерусалим, да, вот если мы говорим этими прообразами, он был недостаточно, выполнял Божьи заповеди. То есть они как бы номинально и формально исполняли Божьи поручения, они считались Иерусалимом, но они делали это как бы с недостаточной верой. И тем самым, знаете, есть определенная ирония, что когда человек находится в каком-то непоновении к Богу, то Бог может предать его, вот как бы, знаете, отпустить его в освоясь и сказать, что окей, если ты хочешь жить по-своему, живи по-своему. И человек, по сути, Иерусалима попадает в Вавилон. И я попрошу открыть одну картину, сейчас на экране мы вместе с вами посмотрим. Маленькую паузочку делаем. Эта картина, ее автор Питер Брейгель. Картина называется «Вавилонская башня». Это вот то, что мы говорим о том, об этом прообразе Вавилона. Это самодостаточное общество, общество без Бога. И давайте пока не будем переключать, остановимся на этом слайде. Обратите внимание вот на то, что как здесь много всего. Здесь кажется какое-то буйство красок, здесь очень много всяких разных таких событий. На первом таком плане, наверное, художник задумал то, чтобы мы смотрели сначала на эту группу людей, которые находятся впереди. Мы видим людей, которые как бы, так знаете, поклоняются перед каким-то начальником. То есть мы видим очень достаточно такой простой и примитивный труд. Они работают все с помощью таких стамесок, или как это называется, я точно не знаю, в каменной дельне. Но они работают с помощью такого примитивного труда и уже начинают поклоняться своему начальнику. Дальше на заднем плане мы видим огромный город. И за городом, здесь, может быть, плохо можно будет рассмотреть, мы пролистаем потом, чуть-чуть позже. Но там есть огромная стена. То есть этот город, он большой. Это Вавилонская империя. При этом мы видим, что приходит много торговых кораблей. И Вавилон был он силен торговлей. В Библии он назван городом торговли. Назвался госпожой царств, гордостью халдеев, львом с орлиными крыльями. И он был замечательным своей военной силой, богатствами и мудростью. У них было много товаров, они продавали их в другие государства и получали от этого прибыль. Но давайте посмотрим дальше на эту башню. Кажется, что она какая-то неоднородная, она просто очень странная. С одной стороны, она выглядит вот с левой стороны достаточно собрана, да, хорошо, что там есть какая-то, прослеживается какая-то закономерность и линия. А с правой стороны мы видим, что, в общем, кажется, что строители не могут договориться между друг другом, что же им все-таки строить. И это, наверное, художник так хотел показать вот эту библейскую историю о том, что Бог, Он смешал языки людей, они не понимали друг друга. И на самом деле, когда мы понимаем, что есть человеческие амбиции, то люди, даже говорящие на одном языке, но каждую расководствуясь своей собственной гордостью, у них нету достаточно единства для того, чтобы сделать какой-то значимый единый результат. Давайте посмотрим следующий слайд, просто увеличенные моменты. Помните, я говорил про этого начальника, поклонение ему, оно выглядит очень так странно и раболепно, да, то есть, что как будто человек, он хочет начальствовать. Мы знаем, что Бог в книге Бытие, Он приглашал, чтобы мы признали Его авторитет, и до грехопадения человек, он жил в подчинении к Богу. Но потом началось вот все это. Давайте пролистаем следующий слайд. Вот видите, то, что я говорил о торговых путях, о торговых кораблях. И мы видим, какие-то есть сооружения инженерные, да, какие-то специальные уже приспособы. Это уже не совсем ручной труд, это что-то такое более серьезное. Давайте следующий слайд посмотрим. Смотрите, что мне здесь примечательно, то, что вот это основание Вавилона, оно не выглядит как достаточно проработанным, оно какое-то небрежное, что как будто человек в своем желании побестрее сделать какой-то достичь результат, он пренебегает основанием, он спешит, он торопится, и он делает лишь бы как. И самое, что интересно, вот эти домики, которые вот встроены в Вавилонскую башню, мне это показывает то, что, возможно, какой-то начальник или какой-то работник посреди всего этого грандиозного проекта под названием «Мы построим огромную башню до небес», он решил сделать себе что-то укромное и понятное. Он обустроил здесь свой собственный комфорт, построил домик для самого себя. Давайте посмотрим дальше. Вот то, что я говорил, здесь уже выглядит то, что вообще непонятно, что происходит. Как эта башня строится, здесь как будто происходят определенные разлады, то, о чем я говорил уже, да. Давайте посмотрим следующий слайд. Вот, и вершина основания, вершина этой горы, то есть этой башни, она выглядит так, что у нее не будет какого-то законченного конца, то есть она будет, скорее всего, уже очень здесь плохой результат получается. И знаете, что первая глава книги пророка Даниила, она говорит о том, что Даниил и его друзья, оказавшись в таком обществе, в этой империи огромной и цивилизованной, такой важной, они пытались сохранить свои какие-то убеждения. И первую главу моей проповеди я назвал так, «Находясь в обществе, не потеряйте своих убуждений». Вавилонский царь захватил и разрушил Иерусалим. Была переселена часть населения. Это были самые образованные части его населения. Много людей остались еще жить там, где они жили, но принудительно были переселены самые способные. И из этих самых способных были отобраны несколько людей для того, чтобы учиться в самом престижном университете вот этой империи. Даниил и его трое друзей. И мы читаем в пятом стихе. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по стечение которых они должны предстать перед царя. Между ними были и сыновь иудинок – Даниил, Анани, Месаил и Азария. И переименовал их начальник Евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Месаилом Месахом, Азарию Авдинага». И знаете что? Что они должны были обучаться три года по самым передовым стандартам того общества. Общество, которое враждебно Богу. И их привычный мир был далеко. У них не было так много опций, что им выбирать. Они были насильно переселены, и их судьба не контролировалась в полной мере ими. И знаете, что здесь примечательное? Что царь, он как бы вкладывая вот этих молодых парней, он надает им самое лучшее, то, что у него есть. Он надает им вино со своего стола и пищу своего со стола. И это для нас сегодня может быть прообразом мудрости этого мира. Когда мы понимаем, что современное общество так много предлагает каждому из нас как определенную мудрость, достижение, свершение, как нам устроить свою жизнь, как нам строить свои семьи, как нам строить управление в каких-то организациях и тому подобное. Это то, что сегодня предлагает это земное царство. И знаете, что интересно? Что у каждого из этих молодых людей появилось новое имя. Им пытались этим именем привить новую идентичность. Все, теперь ты не Даниил, ты Валтасар. Это имя, которое было почетно, было престижно в той империи. Но давайте прочитаем дальше. Восьмой стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. И этот стих, он меня вдохновляет. Ведь Даниил, он находился не в ряду маргиналов, он находился в части такой, знаете, имперской элиты. Их специально отобрали как красивых, перспективных, способных. И внутри этой элиты звучали самые трендовые идеи. И казалось, что это самый центр всей человеческой цивилизации на то время. Но Даниил, тем не менее, он как бы ставит какую-то границу. У него не было возможности сказать, что, слушайте, я, наверное, поеду к себе на родину. Но все, что он мог сделать, он, находясь там, где он находится, выстраивал определенные границы. И нам стоит сегодня выстраивать эти границы. И нам не стоит сегодня отказываться от Божьих принципов. Пусть они не звучат, как новые современные идеи. Пускай старая мудрость, истина, которую дает нам Бог, не будет променена нами на новые современные идеи прогресса. И то, что мы сегодня видим, скорее всего, будет вызов перед нашим поколением, что так много будет давления на церковь и на христианство, о том, чтобы они поменяли свои убеждения, отказались от того, что верили дальше. И наша задача сохранить, находясь в обществе, сохранить свои убеждения. Как здесь сказано, что Данил положил сердце своем не оскверняться. Нам, возможно, стоит сегодня принять такое же решение. И знаете, как сегодня много угрозы бывает у молодых людей, когда они просто переезжают из одного города в другой. Бывает так, что люди ходят в церковь, они несут какое-то служение. Особенно в молодых людях это заметно. Что они поклоняются Богу, но потом переезжают на другое место жительства, учебы или тому подобное. Меняя просто сферу, смену круга общения, они подвержены влиянию вот этой мудрости мира, вот этих яств со стола царского я беру в скобочку. И знаете, давайте посмотрим, что произошло дальше. Написано, 9 стих. «Бог даровал Даниилу милость и благораспоряжение начальников Евнухов. И начальник Евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я, господина, моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит в ваших лицах худощавее, нежели у других, у отроков, сверстников ваших, то вы сделайте голову мою виновную перед царем». То есть, по сути, он сказал, что я не хочу так рисковать, я не согласен. Но при этом здесь сказано, что Бог даровал Даниилу милость и благораспоряжение. Но дальше, что сделал Даниил? В этом есть какая-то определенная, знаете, стратегическая хитрость. Он пошел к другому начальнику, который, вот здесь написано, тогда сказал Даниил о Мелсару, которого начальник Евнухов поставил к Даниилу. То есть, это как бы, знаете, уровень пониже. И он сказал, сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, а потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищу. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь. Он послушался и в этом испытывал их 10 дней. В этот момент, когда ему самый главный начальник из тех начальников, которые были в университете, сказал, что я не согласен, он мог бы сказать, ну, нет, так нет, что поделать. Но Даниил предпринимал дальнейшие шаги. Он немножко лучше объяснил свою идею. Он подошел к другому человеку и сказал, давай попробуем. 10 дней, ты как бы не сильно рискуешь. Давай посмотрим, что будет. И Бог даровал ответ. Бог благословил этих людей, молодых людей, которые положили в своем сердце не оскорняться царской пищей. Так что они выглядели даже лучше остальных. И, наверное, в тот момент, когда этот главный начальник заходил, знаете, там отчитывались они перед царем, он думал, ну, все-таки не зря им не разрешил. Скорее всего, он даже не знал, что происходило, какую пищу они ели. Но Бог даровал ответ. И я вижу в этом определенный урок для каждого из нас, что когда мы перед Богом готовы в послушании Ему следовать Его восстановлениям, Его правилам, то Бог будет давать правильный результат, Бог будет благословлять. И здесь вот я вижу в этом отрывке то, что это четко прослеживается, что это не Даниил, Мессаил Азария и Анания были мудры и сильны, а то, что Бог благословлял их. Мудрость, которая исходит от Бога, Божье содействие было с ними, даже в обществе, которое враждебно к Божьим заповедям. И, дорогие мои друзья, это вот то, что я хотел сказать по поводу первой главы. То, что нам стоит быть внимательными, находясь в обществе, чтобы мы не потеряли свои убеждения, чтобы мы следовали за Богом и не осквернялись. Давайте посмотрим урок второй главы. Вторую часть проповеди, второй пункт проповеди я заглавил так. Могущество людей, проходящее ему из предел. И давайте посмотрим, что было дальше. Что во второй главе случается следующее. Царь могучий, великий, прекрасный, который привык добиваться всего, что пожелает. В какой-то момент он увидел сон. И этот сон, он очень потревожил царя. Он не мог его понять. Он его сильно обеспокоил. Он потерял, знаете, как здесь написано, слово отступило от меня. Сам царь говорит, что он потерял как бы спокойствие. Он потерял мир. И тот человек, который привык всегда получать то, что пожелает, тут вдруг столкнулся с реальностью, которую не контролировал. И все, что он начал делать, он начал угрожать всем своим выпускникам этого прекрасного университета, в числе которых был и Даниил, и его друзья. Он созвал всех самых мудрых людей своей страны и сделал такой указ. В гневе он был просто раздосадован. Он был просто в ярости. И он сказал, что вам нужно объяснить мне этот сон. Сон я не собираюсь рассказывать, что там у меня было. Если вы достаточно мудрые, вы должны сами знать, что мне приснилось. И при этом, если вы этого не сделаете, то я порублю вас на куски. Ну а если сделаете, то у вас будут классные подарки. Все, что у него было, это лишь только угрозы и какие-то обещания подарков. Как мы сегодня сказали бы, кнут и пряник. И давайте посмотрим, что ответили ему эти люди. Вторая глава, одиннадцатый стих. «Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не сплочил». Все эти мудрые люди, несмотря на свои достижения, на свою мудрость, они сказали, «Мы разводим руками, мы не можем ничего тебе ответить». Ответ, он немного в другой плоскости находится. Только, как здесь сказано, «Это дело богов, обитание которых не сплочит». Он говорит, это что-то сверхъестественное. Это что-то, что за гранью нашего разумения, нашего привычного протекания жизни. И угроза расправы, как я говорил уже, и гнев царя, он нависла на всю эту вот его царскую элиту. И Даниил, и его друзья были в числе их. И в какой-то момент Даниил, он принимает решение. Он говорит своим друзьям, «Давайте будем молиться, будем просить у Бога, чтобы он дал ответ». И они начали молиться, это все было втайне. И спустя какое-то время Даниилу приходит понимание царского сна. Он знает, что это за сон и как его столковать. И еще, даже до того момента, как Даниил отправился в царский дом и объяснил все ему, он уже воздает славу Богу. И в этих стихах я вижу очень прекрасные слова хвалы. И эти слова хвалы, наверное, можем сегодня говорить каждый из нас так же. Давайте посмотрим. Вторая глава, 20 стих. «И сказал Даниил, «Да будет благословено имя Господа от века до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое сокровенность, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Божий отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл дело царя нам». Знаете, в этом обществе, враждебным Богу, в этом обществе, самонадеянном, в обществе Вавилона, когда все уповывают на свою собственную мудрость, на свои достижения, Даниил и его друзья, они сохраняли вот этот момент почтения к Богу. Они понимали, что как бы сильно не казались все эти исторические события о том, что царь назначает другого царя, что происходит империя, что у них есть могущество и власть, что они переселяют целые народы, если только захотят, что они своим одним указом могут сказать, что я изрублю всю свою элиту и как бы имеют на это право. Посреди вот всего этого общества Даниил осознает, что Господь, Он контролирует события, что Господь, Он по-прежнему властен, что Господь, Он по-прежнему дает мудрость и силу, и Он дает ответ им. Бог Даниила – это наш Господь. Аминь, братья и сестры. То, что Он сделал для Даниила, может сегодня сделать и для нас. Он не дает знания просто ради любопытства или для того, чтобы мы потом, знаете, просто ходили такие, или мы тут знаем больше остальных, да, не ради роста влияния или каких-то еще неправильных мотивов. Но когда необходимо, Бог может дать ответ. И сегодня мы должны осознавать это. То, что однажды сделал для Даниила, Он может сделать и для нас. И, знаете, царю прияснился истукан. Голова у этого истукана была из золота, тело из железа и бронзы, а ноги были... А, тело из серебра, из бронзы, а ноги были из железа и глины. Это был сон, которого так беспокоил царя. И вот в конце вот этого вот его сна произошло следующее, что поднялся огромный нерукотворный камень и разбил в дребезги всю эту статую, весь этот истукан. И, знаете, Даниил, когда пришел к царю, он говорит, слушай, вот тебе приснился такой истукан, рассказал ему все и говорит, это голова этого истукана, это твое царство, это ты царь. И тут, наверное, царь подумал, слушай, очень неплохо, неплохое начало. Я золотая голова, очень классно. Но как бы здесь была речь о четырех империях. И историки, исследователи Библии говорят то, что этим сном Бог показывал следующее, что первая империя могущественная и сильная, которая восстала в человечестве, это Вавилонская империя. Вторая часть, это то, что было серебро, это была Мидо-Персидская империя. Третья часть, это была Греческая империя. А четвертая часть, это была Римская империя. И что Данил объяснял, что после тебя восстанет другое царство ниже твоего, а еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо железо разбивает и раздробляет все так, и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. И дальше он объясняет, что в те дни тех царств Бог небесный возникнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, и само будет стоять вечно. И мы, как христиане, сегодня понимаем, что это царство, это Божье царство. И в этих всех событиях сон обрел толкование, царь в спокойствии, кнут не пригодился, а Даниил получил пряник. И здесь написано, что тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовенные курения. И слова Навуходоносора звучали так. «Истина, Бог ваш, есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну». И эта глава заканчивается на такой прекрасной ноте. Казалось бы, сам царь осознает свою ограниченность. Казалось бы, сам царь, он прославляет Бога, он говорит такие прекрасные слова. Но следующая глава, она начинается еще более странно, более жестко. Знаете, третья глава, она заключается в том, что Даниилу приходят великолепные, по его меркам, идеи, увековечить свое имя, снова самонадеятельность, снова свое собственное величие и тому подобное. И он делает свое изображение истукан золотой, огромный, большой, и приглашает всех на такой вечер поклонения к этому истукану. Он говорит, что каждый должен явиться, те, кто не явится, не поклонится этому истукану, они, в общем, будут брошены в огненную печь. И что? Навуходоносор, да. И Навуходоносор, это вот царь, он сказал, что они будут брошены в огненную печь. Даниил описывает все эти события. И знаете, что вавилоняне, они знали толк в огненных печах, потому что они строили огромные стены, огромные укрепления, они много обжигали кирпича, и поэтому у них было много таких печей. И, в общем, угрозы прозвучали очень серьезно. Вот такая была идея у царя. И, знаете, много людей поклонилось, почти все поклонились, не поклонились только трое людей. И они как бы должны были брошены быть в огненную эту печь. И, знаете, люди поклонились, они по разным причинам. Кого-то, может быть, впечатлила просто сама идея, что вот мы, как одна семья, как классное государство, приходим, совершаем такой хороший праздник, выходной день, там еще, может быть, далее. И их удивлял, может быть, масштаб на эти идеи, что настолько величественно, настолько классно. Стоимость этого истукана, как он блестел. Может быть, он просто эстетически нравился. Там же работали наверняка какие-то хорошие художники того времени. Кто-то ощущал просто трепетное единство с людьми, может, просто пришел за компанию, и как бы все поклонились, я поклонился, я не хочу быть белой вороной. И, может быть, впечатлила торжественность обстановки, вот это вот, там было очень много музыкальных инструментов, они звучали и создавали свой эффект. Кто-то, может быть, слишком был обязан царю, а кто-то просто испугался угрозы. Но посреди всего этого, Сидрах, Месахи, Авдинага, они не поклонились царю. Им предложили второй шанс, им сказали, что, слушайте, ну вот, не знаю, по каким причинам вы не поклонились, давайте поклонитесь сейчас. И тем не менее, даже видя огненную печь, они сказали следующее. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоими служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Пример такого посвящения, он вдохновляет меня, он вдохновляет каждого из нас. Они, по сути, говорят, что мы не знаем, спасет ли нас Бог сейчас от этой огненной печи. Но даже несмотря на это, мы не будем поклоняться. Это какое-то безусловное, безусловное послушание Богу. Эту часть своей проповеди я назвал так, послушание Богу, несмотря на последствия. И так часто мы сегодня привыкаем, знаете, жить в этом обществе и делать то, что приносит нам безопасность, почтение людей и тому подобное. Но, знаете, что мы должны понимать, что идолы небезобидны. Нам стоит об этом задуматься. Нам стоит больше надеяться на Бога, бескомпромиссно следовать за Ним. И это выглядит как послушание, несмотря на последствия. Нам стоит отказаться от прагматичного подхода к жизни, ориентированного только на свой комфорт. Нам следует понимать, что среди всего этого мира мы должны почитать нашего Бога. И знаете что? Эта глава также заканчивается хорошо. Вот, по сути, здесь всегда каждая глава начинается плохо, а заканчивается достаточно неплохо. Здесь также их бросают в эту печь для какой-то большей уверенности, уверенности, чтобы наверняка эту печь распалили больше обычного. Там и так как бы было примерно тысяча градусов в печи, потому что надо было для обжигания этих кирпичей. А тут они постарались и в семь раз мощнее все сделали. Или даже люди, которые бросали в эту печь их, они погибли сами. Но посреди всего этого огня, как мы пойдем в этой песне поклонения, кто-то был еще. Рядом с ними был ангел Господень, который защитил их. И на них даже написано, что не было запаха от костра, когда они вышли из этой печи. И видя все вот это, видя вот это избавление могущественное от нашего Бога, Навуходоносор сказал следующее. Как велики знамения его и как могущественные чудеса его. Царство его, царство вечное и владычество его в роды и роды. И вот это он сказал о нашем Господе. Царь враждебного Богу общества сказал вот это. Прекрасные слова, правда? И, наверное, мы думаем, что следующая глава начинается о том, как царь, он начал ходить в церковь, у него была прекрасная христианская жизнь, служение дополнительно какое-то получил, реформы в стране сделал, все остальное. Но, к сожалению, нет. И следующая, четвертая глава, это последняя глава с царем Навуходоносором во всей этой книге. Данил служил при трех царях, это был лишь его первый царь, Данил пережил этого царя, слава Богу, скажу. И знаете что? Что она так же начинается плохо. К этому моменту жизни царь увидел так много действий Божьих, вот так много произнес он хороших слов в адрес Бога. И казалось бы, что у него есть все необходимое для жизни и благочестия. Но, к сожалению, его сердце, оно так же не поменялось. И видя вот это упорство, вот это основание, упование на самого себя, я в этом описании этого царя, этой империи, вижу определенный архетип. Это просто человеческая плоть. То, что мы читаем, что в послании к римлянам, что плотские помышления, суть вражда против Бога, ибо законы Божьему не покоряются, да и не могут. Я вижу в этом определенный архетип. Хотя это были исторические события, в этом упорстве, упование на самого себя, на свое величие, на свое, как бы, знаете, свое могущество, я вижу именно это, плотское мышление, плотское упование на самого себя. И в четвертой главе книги Даниила царю также приснился сон. В этот раз он уже не стал в такие эксперименты, не угрожал кунтом и пряникам, рассказал сон сразу Даниилу, пригласил его и попросил растолковать этот сон. И этот сон заключался в следующем, что он видел огромное дерево, прекрасное, в ветвях его обитали птицы, укрывались звери, вот получается, под его ветвями, и все было прекрасно. Но в определенный момент это дерево было срублено, и остался лишь только корень, через какое-то время этот корень должен быть восстановлен. И еще видя этот сон, еще до толкования Даниила, там есть следующие слова, давайте вместе посмотрим. Даниила, 4 глава, 14 стих. «По велениям бодрующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Эту главу проповеди, это последняя глава, мы будем уже скоро заканчивать, я назвал как так, что Бог силен смирить храдящих гордо. Бог показал этому царю этот сон для того, чтобы он понял, что Бог сильнее, что Бог силен управлять всем человечеством, владычествует над царством человеческим. И Данил объясняет значение этого сна, он говорит так, «Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой своей достигало до небес, и, видимо, было по земле». Я пропускаю, потому что это звучит просто как комплимент царю. «Ты царь, это ты царь, возвеличившийся, укрепившийся, величие твоего возраста достигло небес, и власть твоя докорода ее в земле». А дальше он говорит, что тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, «Травой будут кормить тебя, как хвала росой небесной, ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Он ему говорит, что твое сердце, оно неправильное. И дальше он объясняет, что дает такой совет, уже как бы от самого себя добавляя. Он говорит, что «Искупи свои грехи правдою и беззаконие твоим милосердием к бедным, вот чем может продлиться твой мир». Он дает ему такой совет. Хороший совет, не правда? Не правда ли, да? И царь, он понимает все серьезно сна, он понимает то, что Даниил, наверное, знает, о чем говорить, потому что однажды он уже видел толкование сна, которое не мог никто объяснить. Он видел определенную мудрость и Божие содействия, он видел все это. И он получил послание в свою жизнь, что ты должен смириться, ты должен признать, что Бог владычествует над всем человечеством. И казалось бы, он получил такой хороший совет, но следующие 12 месяцев, целый год, все выглядело так, как будто ничего не происходит. Царь остался таким же, его времяпрепровождение, его быт остался точно таким же, и, наверное, на протяжении всего этого времени уже самому царю начал оказаться, что этот сон, это просто какая-то бредовая идея, что это просто пустая болтовня, что это пустое обещание, что все хорошо, все прекрасно. И давайте посмотрим, что сделал царь. 26 стих, 4 глава. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, он смотрел все это, ему все нравилось, он сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силу и могущество, и в славу моего величия. Вот его слова. Просто, как я уже говорил, это архетип самонадеятельности. И знаете, что произошло дальше? Написано, давайте дальше прочитаем из Библии. Еще речь сия, была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят царь, на выходоносор, царство отошло от тебя и отлучит тебя от людей и будет обитание твое с полевыми зверями. И я не буду зачитывать подробности. Действительно, сон был исполнен, Божье обещание было исполнено. Царь просто скитался и жил, по сути, как дикий зверь. Был не с людьми. И как здесь написано, что он ел, и как он питался, это было такое, знаете, знамение для всех. И спустя какое-то время, ему возвращается рассудок, он возвращается в свое положение, он приходит в свое царство. И вот его слова, также прекрасные, вот это как какой-то определенный канон в этой книге. В конце все заканчивается хорошо, в каждой главе. И давайте посмотрим. Четвертая глава, 34 стих. Это была четвертая глава, как я говорил, что мы посмотрим сегодня 4. Это была последняя глава с этим царем, Новоходоносором. И знаете, для чего я произнес эту проповедь? Я думаю, что она может укрепить каждого из нас в том уповании, что мы понимаем, что Бог, Он сегодня всевластен. Что Бог, несмотря на то, что нам иногда кажется, что все дела идут плохо, что Божье могущество, владычество, оно как будто бы ослабевает. Несмотря на это, Бог по-прежнему царь, Бог по-прежнему царствует. И находясь в обществе, подобном обществе, как было тогда у Даниила и его друзей, мы можем понимать, что мы можем сохранять свои убеждения. И даже когда у нас нет всей полноты, знаете, контроля над своей жизнью, мы не должны отчаиваться, а должны следовать за Богом. Знаете, что я еще хочу сказать? Что мы можем увидеть описание этого мира так критично настроенного к вере в Бога, самонадельного и беспечного. И в Новом Завете есть также образ Вавилона. В книге Откровения он предстает, как крупнейший земной город накануне конца света, столица Антихриста и обитель пророков. Там сказано, что это Вавилон великий. В современной культуре Вавилон ассоциируется с глобализмом, мультикультурализмом, секуляризмом. И когда мы видим сегодня, как бы условно, плохие новости для христианства, нам не стоит отчаиваться. Нам стоит стоять твердо, подобно тому, как стояли вот эти мужи веры, уповать на нашего Бога, идти за Ним, искать Его поддержку, Его опору, нашего Бога. И пусть Бог Даниила, Анани, Мессаила и Азари укрепит нас и даст нам то знание и мудрость, которое дало им, даст ту смелость, которая так необходима, чтобы сохранить нашу веру даже не в простые времена. Дорогие мои друзья, дорогие мои братья и сестры, давайте вместе помолимся, вместе прославим нашего Бога и задумаемся о том, что Он задел однажды, Он может задел это для нас. Субтитры создавал DimaTorzok